Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Почему в Самарском техническом лицее появился музей боевой славы легендарного парада 7 ноября 1941 года? Как студенты из военно-патриотического объединения «Соколсгау» Самарского университета готовятся к параду памяти? В нашей студии Игорь Бачков, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей технический» имени Сергея Павловича Королева и Виктор Адабесков, руководитель студенческого военно-патриотического объединения «Соколсгау». Игорь Александрович, Виктор Трофимович, здравствуйте. Рад вас видеть. Спасибо, что пришли в нашу студию. Уважаемые гости, с чего бы хотелось начать разговор? Виктор, мы живем в сложное время, и сейчас ежедневно идет борьба за сердца и умы. Вот об этом бы и это бы хотелось и обсудить. Борьба за сердца и умы, в том числе и молодежи. Вот, Игорь Александрович, для начала вопрос к вам. Зачем лицею в 21 веке, тем более техническому лицею, который готовит, по идее, будущую техническую интеллигенцию, вот зачем лицею нужен музей? Можно я вопросом на вопрос отвечу? Конечно. Зачем нужны технически подкованные, образованные, широким кругозом люди, которые не знают историю своей страны и, самое главное, не гордятся достижениями своей страны. А победа – это величайшее достижение даже не только нашего народа. А я считаю, что ни одна нация в мире ничего подобного не совершила. Поэтому какой же это будет будущий инженер или управленец, если он этого не понимает и не готов отстаивать эту тему и передавать ее своим детям. Вот эту гордость и чувство ответственности и боли, и ответственности вот перед теми людьми, которые дали возможность нам сейчас жить так, как этого хотим мы, а не кто-то другой. А когда, вот при каких обстоятельствах был создан музей? У него ведь славная история, вот кому он посвящен и какие исторические события отражены? Как вообще он появился? Ну, идею и как бы большую помощь оказала нам «Единая Россия» в свое время. И это предложение легло на блокадетную почву, потому что мы эту тему развивались, эту тему развивали всегда. Мы начали заниматься поисковой работой, то есть реально вели раскопки, поднимали, как поисковики говорят, бойцов, восстанавливали их фамилии. Вот, и как бы здесь очень легло все на блокадетную почву. Мы, открывая этот музей, понимали, что мы это делаем и для Родины, и для нашей малой Родины, для Самары. И еще раз напомнить людям, что был период, когда мы являлись фактически столицей нашей великой Родины. И сама тема, что вот точно так же, как 7 ноября в Москве полки пошли сразу на фронт, мало кто знает, что эти наши ребята, которые шли по улицам, ну, тогда Куйбышева, они ведь тоже отправлялись на фронт. Это тема позволяет, понимаете, уже иметь какой-то авторитет в глазах учащихся, и это основа для педагогики. То есть наше понимание того, что нельзя, там, как-то вот тянуть ребенка, там, переламывать его, с ним надо договориться, а тут нужна общая тема. А тема победы, это, смотрите, кровь проливали все, и богатые, и бедные, и коммунисты, и антикоммунисты, и верующие, и неверующие, и атеисты, да, буквально все, у всех были погибшие, пострадавшие или отдавшие здоровье на общую победу. Ну, то есть это объединяющее начало. А кроме того, мы понимаем, что если мы не сможем вот эту гордость за нашу общую победу передать нашим детям, которые верили в нам государству, то грош нам цена. Если честно, то если мы откажемся от этой темы, начнем ревизию, то у нас просто не будет, если честно, права на жизнь. Нельзя от такого совершения, от такого подвига, от таких гигантских достижений отказываться предавать это забвению. То есть морального права просто у нас не будет, скажем, ну вот, числятся людьми. То есть мы будем манкуртами и какими-то неуважаемыми существами. Поэтому война идет в умах наших детей, если честно. Это самая страшная война. Потому что если мы не сможем должным образом воспитать уважение наших детей к нашему же народу, достижениям нашего народа. Объяснить и доказать это? Да, да. Нас просто раздавят и, в общем-то, наверное, правы будут. Потому что от таких вещей нельзя отказываться. Потому что будем сами виноваты. Но все равно, что от матери отказаться, от отца, за похлебку еды, за жвачку или еще что-нибудь. Это настолько мерзко и пакостно, что я себе представить это не могу. Поэтому, а когда опираешься на тему победы, ну вот, скажем, поисковике, я вот просто пример один приведу, вот у нас, значит, нашли фактически пацана, там, 18-летний пацан, он, я имею в виду, где боевые действия были. Я понимаю, я понимаю. Мы окружили батальон, он, видимо, один из последних остался. То есть, его откопали, он сидел на ящике, на несколько ящиков там с динамитом, да, и у него в руках была вот машинка для подрыва. То есть, он готов себя взорвать. Просто не успел, его землей засыпало живьем. Вот мы его откопали в такой ситуации. Вот я ребятам говорю, вот смотрите, вот он на вас сейчас смотрит, да? Ну да. Вы должны понимать, что вот он отдал вам все, что у него вот было, да? Как вы можете тратить свою жизнь на какие-то глупости? То есть, эта тема у вас всегда должна быть. Вы должны понимать, что вы должны стать ответственными отцами. Что значит отец? Отец – это человек, который дает жизнь другому. А заслужил ли этого право? Ты сейчас его должен, ты право заслуживать, чтобы стать отцом. Сейчас, своими делами. Потому что, если ты сейчас дурака валяешь, пока тебе вот есть возможность стать нормальным человеком, да, ты уже обрекаешь своего будущего ребенка на что? На то, что он будет аутсайдер, что у него будет плохое здоровье, что у него будут там плохие достижения и так далее. Он уже, ты его уже на муки обрекаешь. Точно так же и девочка. Если она не следит за своим здоровьем, если она не развивает себя и так далее, да? Ты же будущая мать. Ты уже свою кроху, которая еще не родилась, уже обрекаешь на страдания, на муки. И вот, мне кажется, если каждый ребенок будет понимать ответственность перед своими потомками и перед своими будущими детьми, которые еще не родились, ну, не надо его будет уговаривать, что нельзя курить. Вопрос даже стоять не будет. Как это курить? Или там еще что-то там злоупотреблять, еще какие-то вещи, да? Тогда не надо будет ему доказывать, что надо вообще-то упираться, надо учиться. Это будет внутренний позыв, да, иначе я буду аутсайдер, а значит, и мой ребенок будет аутсайдер. Вот если мы сумеем вот это объяснить на таких вот примерах, да, значит, это будет одна деятельность. А если не сумеем, ну, мы фактически вот даром хлеб едим и все такое прочее. Виктор Трофимович, Самарский университет, мы до сих пор часто зовем его, кстати, Аэрокос, уважаемый технический вуз с очень большой славной историей. Вот когда и зачем было создано студенческое военно-патриотическое объединение «Сокол» с ГАО? Кто создавал, как создавал? Потому что, ну, это на самом деле вот такая очень интересная часть ведь жизни вуза. Да. В 2006 году в Самарском государственном аркосминском университете проходил эксперимент по подготовке кадровых военнослужащих в гражданских вузах. Ну, сейчас оно уже, это превратилось в учебно-военные центры, которые по всей России на многих военных кафедрах. Готовили кадровых офицеров в гражданском вузе. И у нас была учебная группа, 318-то на первый курс поступила. И офицеры мы понимали, мы говорили, ну, мы все военно-училище закончили, ну, невозможно подготовить кадрового офицера в гражданском вузе. Не та обстановка, не казармы. То есть нужно что-то такое, чтобы они попали в эту среду. И вот так получилось, повезло. В 2007 году, то есть через год, когда ребята уже были на втором курсе, к нам пришли два парня с третьего и седьмого факультета. И они сказали, мы создали строкбольный клуб, и мы знаем, вы ведете занятия по общей тактике, и нам нужно, чтобы тактическую подготовку преподавали, ну, рассказали о ведении боев в полевых и в городских условиях. Ну, я говорю, ребята, если вы моих ребят... А я как раз отвечал за учебный военный центр. Я говорю, вот если моих ребят, 25 человек, заинтересуете строкболом, тогда я за вас возьмусь. Ну, и так получилось, что какой мальчишка не хочет по лесу побегать с автомата, пострелять, он практически настоящий, пульками только стреляет, пластиковыми. И вот таким образом создался сначала строкбольный клуб, потом я предложил ребятам, давайте мы будем к полезному университету проносить что-то. Мы создали отряды охраны общественного порядка. Какая полезная вещь! Да, потом мы начали поисковую деятельность, вернули нашему университету, работая в архивах города и в архивах нашего университета, 600 фамилий участников Великой Отечественной войны нашего университета. Мы стенд создали возле Совета ветеранов, эти все фамилии. Расписали. Ну и ребята заинтересовались. И в 2012 году мы поехали на первую вахту памяти, и с этой вахтой памяти мы привезли много артефактов, и родилась мысль, почему бы нам не сделать поисковый музей, для того, чтобы поделиться, показать своему университету, всем студентам, как это интересно. Вот с тех пор он начал развиваться, и в конце 2017 года был практически организован. Этот клуб документально в феврале 2008 года он организовался, и сначала он был клубом. В 2013 году он стал объединением, и в этом объединении появилось пять клубов. Это церквиальный клуб «Гвардеец», клуб «Боевое братство», стрелковый клуб «Выстрел», военно-патриотский клуб «Волонтеры в погонах». Ну, пять клубов. Замечательно. Я, знаете, сейчас о чем подумал? Кстати, вот прошу прощения, что вас перебил. Вот на самом деле очень хорошо складывается такая цепочка от начала до конца. То есть технический лицей, причем вы, насколько я знаю, берете детей чуть ли не с трех лет, то есть детский садик. И затем наш университет, в котором, да, то есть куда, собственно говоря, должны поступать выпускники технического лицея, но в основном в технические узы, я так считаю, потому что это же технические лица. Тем более мы тезки оба учебных заведения имени Сергея Павловича Королева. Кстати, вот это тоже важнейшая деталь. Уважаемые гости, скажите, а кто вам помогал в вашей вот этой работе? Потому что работа-то сложная, ведь создать музей – это сложно. Это экспонаты, это выставочный инвентарь всевозможный. То есть это такое хлопотное дело на самом деле. Здесь вот хорошо этим загореться, а вот каждый день дело делать – это можно перегореть. Вот, Игорь Александрович, ну расскажите для начала вы, вот как получилось? Ну, смотрите, у нас на настоящий момент вот мы подняли 903 бойца. 903 бойца? 903 бойца. Ну, есть такой термин – поднять. Я понимаю, ну, низкий поклон, только вот не могу по-другому сказать. Причем не просто подняли, они же были перезахоронены, вот, по определенной церемонии, там, где это необходимо было, батюшку приглашали. Вот, 44 фамилии удалось установить. То есть родственники получили возможность, что называется… Узнать. Да, узнать. И даже некоторые приезжали, увозили останки к себе на родину. Вот, поэтому, естественно, в процессе поисков понятно, что очень многие вещи просто мы находили. Вот. И, в общем-то, такие серьезные раритеты. В том числе, кстати говоря, попадаются там же бои, шли. В том числе и понятно, что и останки немцев. Конечно. И, естественно, их вооружение, амуниция и так далее. Поэтому очень много, вот, результат этой работы. Родители отозвались, потому что в семьях тоже какие-то раритеты есть, передаются, скажем, по наследству. Да, и вот, как бы, огромное количество, вот, через наших родителей. Они подключили своих знакомых. Огромная помощь, естественно, Един Россия оказала. Там, вот, они нам специальную технику предоставили и так далее. Вот. Ну, доброхлоты какие-то. Сотрудничаем мы, кстати говоря, очень плотно еще с Амарской епархией. У них тоже замечательный музей. Они тоже помогают. У них просто шикарный музей. Уникальный экспонат. Вот. То есть, и тема тоже участия церкви в войне, она тоже, как бы, вот, и есть, и мы ее поднимаем. В том числе и наш музей поднимаем. Поэтому, вот, пользуясь возможностью, я вот, благодарю всех людей, которые помогли вот этот музей организовать. Он, ценностью, он живой. То есть, он живой, он работает. И вот он, это живой организм. То есть, вокруг него все время, вот, какие-то идеи, какие-то, вот, патриотические вещи происходят. Поэтому, спасибо большое вот всем тем людям, которые и помощь оказывают, участвуют в этой работе. Спасибо. Виктор Трофимович, кто помогает вашему объединению? В 2012 году, когда мы съездили в Тюмкинский район Смоленской области на свой первый вахт у памяти, мы оттуда привезли различные артефакты. Естественно, ФСБ я проверил, чтобы не было, значит, опасных веществ. И документы, потому что мы по железной дороге все это перевозили. И через вокзал проходишься, обязательно проверяют. И мы привезли в коробках вот много артефактов. И собирались в поисковики, там, раз в неделю. Открывали вот эти находки, сомнали, где находили. И ах, или ох, или жалко, что только мы это видим, больше никто. И так родилась мысль создать музей. Все стенды в этом музее, все экспозиции, это было сделано руками студентов, ну и, соответственно, под присмотром, под руководством офицеров военной кафедры. Деньги на стенды, на выставочные стенды, да, выделил ректор университета и проектор по учебно-существуальной работе. Он ректор университета БГТР. И с тех пор этот музей работает не только на благо нашего университета, но к нам приезжают дети из многих сел Самарской области и даже из Ульяновской области на экскурсии. Мы проводим экскурсию. Был период, когда до пандемии, да, не было трех-четырех дней в неделю, чтобы у нас не было экскурсий. Вот неделя, значит, три-четыре экскурсии, и обязательно ее проводят, проводили офицеры, а теперь мы привлекли студентов. И студенты сами проводят экскурсию для своих же ребят. И, кстати, это более правильно, потому что ребята больше тянутся. Конечно, конечно, когда они лучше друг друга понимают. Уважаемые гости, предлагаю сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет. Он посвящен как раз параду памяти. Затем продолжим нашу беседу. Ловко чеканит шаг, готовится к самому главному событию этого года, традиционному параду памяти. На самой большой площади Европы 14 парадных расчетов, собранных из лучших воспитанников кадетских школ и юнормейских отрядов. Сегодня они принимают участие в ежегодном смотрконкурсе «Строя и песни». По его итогам лучшие из них получат право пройти строевым шагом по площади Куйбышева 7 ноября. Во время того, как идет специальная военная операция, данный парад является демонстрацией, демонстрацией мужества, чести, подготовленности наших кадетов и юнормейцев. Исторической основой парада памяти стали события 7 ноября 1941 года. Тогда в трех городах, Москве, Куйбышеве и Воронеже, прошли военные парады, призванные поднять дух советских людей и продемонстрировать миру готовность нашего народа биться с фашизмом до победы. Историческую реконструкцию памятного марша проводят в Самаре с 2011 года. В шествии принимают участие подразделения российской армии, ветеранские патриотические общественные организации, юнормейские отряды, кадетские классы, а также десятки единиц исторической техники, аналоги той, что демонстрировалось в марше 1941-го. В этом году за почетное право принять участие в шествии на площади Куйбышева боролись более двух тысяч человек, настоящих маленьких патриотов нашей страны. А вот по твоему патриот это кто? Это человек, который любит свою родину. И не важно, родину, дом. Родина, дом – это все одно. Мы любим свою родину, мы любим свой дом, мы любим свою улицу и место там, где мы родились. Поэтому патриоты. Сегодня, когда наши ребята сейчас находятся на полях сражения, вот этот смотр, конкурс вот этих наших, действительно, патриотов нашей Родины – это очень важно. Почему? Потому что мы должны, наша обязанность воспитать из наших ребят настоящих патриотов нашей Родины. Отдать дань памяти ветеранам Великой Отечественной, сохранить и приумножить традиции, развить патриотическое движение и еще раз напомнить о том, что никто не забыт. С учетом событий сегодняшнего дня, отмечают собравшиеся, особенно важно вспоминать не только о тех, кто ковал победу в тылу в далеком 41-45-м, но и о нынешних бойцах, настоящих героях, участниках специальной военной операции по защите и освобождению Донбасса. Уже через несколько дней на площади Куйбышева соберутся более 7 тысяч человек и свыше 100 парадных расчетов. Начнется все с торжественного открытия мемориалов на здании Дома офицеров Самарского гарнизона имени Ворошилова. Продолжится торжественным возложением цветов, а в 12 часов по самарскому времени зрители ждет шествие на площади Куйбышева. Также для самарцев и гостей города будут работать тематические, исторические, выставочные и музейные площадки. Впрочем, на этом памятные мероприятия не завершатся. Уже 8 ноября столица региона встретит окружной патриотический форум Российского военно-исторического общества «История для будущего», который пройдет в Театре оперы и балета. В нем примут участие известные писатели, историки, обозреватели, военкоры и блогеры. Я, знаете, сейчас о чем подумала, какой вопрос появился. А сложно сейчас разговаривать с молодежью о патриотизме, ведь мы живем в очень сложное время, время больших соблазнов, время сети интернет, где страшный поток информации, причем очень часто и самый разный, в том числе злой информации, фейков. Вот сложно разговаривать с ними об этом? Ко мне вопрос. Да, наверное, вот и к вам, и к вам, кто еще полковник. Ну, вы знаете, вот, если, еще раз говорю, я уже вот этот момент озвучивал, вы понимаете, вот идет реальная война. Поле битвы – это головы наших школьников. Вот что там будет сидеть? А, к сожалению, влияние врагов, ну, мы школьников, оно очень большое. Очень большое, да. Соответственно, нужна база какая-то для разговора со школьниками. Одного авторитета, там, родительского или там, учительского, не хватит. И вот в нашем понимании авторитетом вот этим является тема победы. И тема конкретных людей, которые добывали победу. Вот вы обратили внимание, что вот Сергей Павлович Королев, скажем, значит, имени Сергея Павловича Королева. Но ведь мы к этой фигуре пришли через общение, мы спрашивали детей. У нас голосование было реальное, коллектив. То есть нам нужна была объединяющая фигура, пример, который бы дошел. Ну, ты интересуешься техникой, ты интересуешься физикой, раз у нас учишься, да. Значит, вот, пожалуйста, выдающийся инженер, выдающийся ученый. Но он еще и, скажем, верный, Ленинс был. В то же время пострадал. Значит, репрессирован был. Дальше. Был глубоко верующий человек. Да, что интересно, кстати, ведь. Да, и это как-то сочеталось, да. Патриот это, понятно, не обсуждается. А кроме того, он создатель оружия фактически, да. Вот у меня в кабинете стоит ракета. Я всегда говорю, вот вы думаете, это ракета? Нет, это не ракета. Это оружие. Та самая, это, Кустина мать, о которой в свое время, значит, там говорили, да. Вот, то есть человек, вот смотрите, простой человек, он там из обычной семьи, да. Он себя сделал. И он сделал себя так, что вот фактически стал опорой нашей страны. Одна из там величайших опор. И моральных, и во всех смыслах. Поэтому, если так подходить, то никаких проблем не возникает. Не навязывать, не... А самое главное, надо самому глубоко верить. Вот, надо самому верить и жить так, как ты говоришь. Да, да, да. Делать так, как ты говоришь. Потому что если ты сам куришь, а говоришь, не кури. Или ты сам не веришь, а, скажем, призываешь. Они же дети, они настолько вот развитую интуицию, никакого обмануть невозможно. Поэтому, если ты сам глубоко проникся этим, один будет результат. А если так, для галочки, ну, будет другой результат. Вот и все. Вектор Крофимович. Ну, отвечая на ваш вопрос. Сложно ли? Потому что студенты, они еще более продвинутые. И они уже много что видели. Нужно, значит, здесь ответить нельзя. Разные люди, разные студенты. Базовое образование разное. Но, вот, единственное, что нас всех объединяет, и я всегда это студентам тоже объясняю, чтобы мы им поняли. Дело в том, что это упущенное, к сожалению, поколение, и мы с ним разговариваем на разных языках, по той причине, что они не наши фильмы смотрели. Они смотрели, в основном, «Мадленн Америка». Вот, и поэтому... Ну, я всегда пример приведу, прошу прощения, что в фильме «Рэмбо» кого, второй, если я не ошибаюсь, кого он там убивает, он убивает советских солдат. Да. А мы на это смотрели и, как бы, считали это нормальным. Ну, я там, допустим, фразу какую-то из нам знакомых, из знакомых, знаменитых фильмов советских, говорю, студентам, а они ничего не знают, они не понимают, они даже не смеются над этим. У нас, нашему поколению, скажи, он улыбнется или там засмеется, а эти нет, потому что они этого не знают и не видят. И я считаю, что сначала нужно, наверное, прям с детского садика сначала показывать им советские фильмы, тогда мы на одинаковом языке сможем говорить, мы тогда друг друга начнем понимать. Но я хотел бы сейчас связать вот этот момент с парадом памяти. Да. В 2012 году, в 2011 году, когда остался первый парад, я бессменно являюсь организатором парадной подготовки наших студентов к участию в параде памяти. И мы с двумя парадными расчетами участвуем. Это военная кафедра тогда называлась, сейчас военный учебный центр, парадный расчет военного учебного центра и парадный расчет студенческого ино-патриотского объединения Соколсгал. И вот когда я возглавлял этот парадный расчет, шел по площади, 7 ноября, знаете, мне вот екнуло в голове, а ведь я иду по площади, где 70 лет тому назад шли такие же возраста офицеры, солдаты, ребята, вот как мои студенты. И после этого они тут же были направлены под Москву, защищать Москву, на Ленинградский фронт, а потом, так сказать, вернулись с победой. И вы знаете, у меня так вот настрой такой, что я сопричастен к тому, к той победе, именно как потомок тех, кто прошли по этой площади. И потом, когда я проводил лекцию со студентами, в том числе те, которые участвовали в параде, я спросил об их эмоциях, которые они прочувствовали. Они говорят, вы знаете, мы тоже об этом подумали, что, так сказать, мы идем по той площади, где шли наши деды, прадеды и так далее. И вот этот эмоциональный настрой, который они получили на этом параде, стоит, возможно, даже десятков лекций или занятий по истории. Потому что они там это дело прочувствовали. Вот тут ответить однозначно на ваш вопрос тяжело. Вы ответили, Виктор Афимович, вы ответили. К сожалению, время программы подошло к концу. Большое спасибо за интересную, содержательную и, самое главное, искреннюю беседу. Увидимся на параде памяти. И я надеюсь, что еще много раз увижу вас в этой студии, потому что нам есть о чем поговорить. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии были Игорь Бачков, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей технический имени Сергея Павловича Королева и руководитель студенческого военно-патриотического объединения СОКОЛ-СГАУ Самарского университета Виктор Адабеску. Помните свою историю. Увидимся на параде памяти. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин